Здравствуйте! На первом карагандинском новости в студии работает Гульнур Жакен. Курс доллара стал дороже. Оператор сотовой связи Теледва конфликтует с жильцами дома. Мы только требуем, чтобы сняли эту частотную вышку с нашей крыши. Она прямо вот над нашими головами стоит. Дорожные полицейские спасли 13 граждан Киргизии. День рождения Караганды жители нашего города отметили во Дворце культуры горняков. В этот день прозвучало множество поздравлений от руководства города и творческих коллективов. Праздник 80-летию города начался с музыкальной композиции «Пою тебе Караганда», написанная солистом группы Мюзикола Булатом Создыковым. На концерт пришли посмотреть старожилы нашего города и люди, которые любят Караганду всем сердцем. Им было приятно наблюдать на сцене за театрализованным представлением, которое рассказывало о военном времени в истории нашего промышленного края. Караганда на протяжении многих лет считается космической гаванью нашей республики. С того времени не исчезли приметы эпохи и героические страницы городской истории. Воздушные гимнасты на сцене показали встречу космонавтов на карагандинской земле. По словам Акима области Бауржана Абдишева, юбилей Караганды – это хороший повод оглянуться назад, вспомнить историю, вспомнить, как строился и развивался наш любимый город, который был и остается шахтерской столицей Казахстана. В программе праздника лучшие солисты и творческие коллективы города исполнили номера о современной Караганде, где пролистывали ход истории шахтерской столицы и людей, которые трудились, не попадая рук. Разрешите еще раз, дорогие земляки, от всей души поздравить вас с юбилеем нашего любимого города. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в нашем труде. С праздником вас! Николай Кровец, Ажаз Габасов, Боктяр Успанов, Первый Карагандинский. Цена на доллар поднялась вверх. Теперь курс иностранной валюты стал 185 тенге. Эту новость объявил Национальный банк Казахстана. Сегодня люди взбудоражены, курс доллара повысился. В Акимате по этому поводу прошел онлайн-брифинг, на котором заместитель премьер-министра Казахстана, министр финансов отвечали на вопросы. Журналистов интересовали многие житейские вопросы. К примеру, что делать тем людям, которые приобрели и жилплощадь в ипотеку по иностранной валюте. А что бы вы посоветовали делать людям, у которых ипотека в долларах? Вы знаете, я честно скажу, мы смотрели структуру ипотеки ранее, когда изучили проблемы с ипотечниками. В принципе, сегодня долларовых ипотек, их практически, это меньшая доля, это считается, это в районе 10-15%, потому что основная доля, которая пришла сегодня, ипотека, это в тенге. Поэтому вопросы, кто оказался в ипотеке местных долларов, наверное, провести соответствующий переговор, чтобы перевести уже в тенге, давно надо было сделать, потому что, в принципе, я не вижу предпосылок, потому что валюту, кто сохранял, то, наверное, имел возможность обслуживать валютную ипотеку, которая сегодня есть. В Караганде производственный комплекс прорастающего завода по выпуску металлического кремния ТО «Силициум Казахстан» оценили в 3 миллиарда тенге, сообщил руководитель департамента по исполнению судебных актов Карагандинской области Кайсар Жумагалиев. Это недвижимое имущество. Первые торги прошли, но без результата, в связи с тем, что не было покупателей. По словам Кайсара Жумагалиева, в последующем, после погрешения долгов по заработной плате, недвижимость завода отойдет инвестиционному фонду Казахстана, которому передана задолженность предприятия перед Банком развития Казахстана в сумме более 14 миллиардов тенге. Сейчас по «Силициум Казахстан» на исполнении у государственных судоисполнителей находится 850 производств на общую сумму более 16 миллиардов тенге. Между тем, в экономическом суде Карагандинской области сообщили, что ТО «Силициум Казахстан» предъявлен очередной иск на крупную сумму в интересах акционерного общества «БТА-банк», которое кредитовало покупку оборудования для завода. Прокурор Караганды в исковом заявлении в интересах банка просят взыскать задолженность в сумме 70,4 миллиона евро и более 2 миллиардов тенге, обратить взыскание на заложенное имущество. Гражданское дело находится в производстве. Как сообщалось, в Караганде начаты процедуры по оздоровлению простаивающего кремниевого завода. На заседании Совета по горно-металлургической отрасли под председательством премьер-министра республики Казахстан Серега Ахметова было принято решение о вхождении в управление заводом Акционерного общества национальной государственной компании «Таукен Самру». По информации нацкомпании, на первом этапе в реабилитацию предприятия будет вложено около полутора миллиардов тенге. Напомним, завод по выпуску металлургического кремния ТОО «Силициум Казахстан» стоимостью около 170 миллионов долларов США был построен в Караганде в 2008 году. Проект, реализованный по программе 30 корпоративных лидеров Казахстана, был профинансирован Банком развития Казахстана. Завод выпустил первую продукцию спустя два года после открытия, но после этого предприятие полностью остановилось. Вхождение государственной компании в управление позволяет надеяться на урегулирование всех имеющихся проблемных вопросов и обеспечить скорейшее возобновление работы уникального производства. Нерациональное использование бюджетных средств выявили в Департаменте финансовой полиции по Карагандинской области при проведении конкурса должностными лицами в пяти детских учреждениях области были завышены цены на закуп продуктов питания. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что на 20-30% некоторые детские учреждения области завышают закупочные цены на продукты питания. Сюда входит творог, мясо птицы, овощи и фрукты. Кроме того, закуп ГСМ в отделе жилищно-коммунального хозяйства города Тимиртау тоже производился по завышенной цене. Работа Департамента финансовой полиции в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле. Установлено, что был объявлен конкурс по закупу бензина марки АИ-92 по цене 137,5 тенге за литр. Между тем, согласно установленных предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, стоимость бензина марки АИ-92 колеблется от 99 до 102 тенге без учета НДС. Жильцы многоквартирного дома в Майкудуке недовольны халатным отношением КСК. Причиной конфликта стала незаконная установка антенны сотовой связи ТИЛЕ-2 на крыше дома. Подробности в материале нашего корреспондента. Вышку сотовой связи в доме номер 49 17 микрорайона установили в августе 2013 года, положив начало долгим разбирательствам и хождению по всевозможным инстанциям. Несмотря на протесты и недовольство жителей, сотрудники все же установили вышку, тем самым повредили крышу дома. Одни считают установку антенны угрозой их здоровью, других волнует вопрос, кто же будет чинить поврежденную крышу. Недовольные жители утверждают, что они согласия не давали, и подпись жильцов председатель подделала. Она сама тоже говорила, что договор, я ни с кем не сделала. Да, а потом нам предоставили, что договор и подписи наши все. А мы все, они сказали, что у них договор есть. Никто, ни одной подписи недоступительной. То есть она подделала. Мы только требуем, чтобы сняли эту частотную вышку с нашего крыши. Она прямо вот над нашими головами стоит. Да, мы требуем. Требуем, чтобы убрали, нам ничего не надо, мы требуем, чтобы убрали. В КСК ремонтировать крышу отказались, но жильцам предложили уладить конфликт мирным путем и в качестве причиненного ущерба предложили деньги в сумме – 50 тысяч тенге. Но даже это предложение не успокоило жильцов многоквартирного дома. По словам председателя общества по защите прав потребителя Жасулана Айтмагамбетова, любые вопросы касательно общего имущества того или иного дома решаются голосованием. Путем единогласного решения должны определить либо жильцы согласны, либо они против. Председатель КСК без согласия жильцов никаких действий в отношении общего имущества распоряжаться и управлять им не имеет права. Этого требует закон о жилищных отношениях. Участники инициативной группы обращались в районные акиматы прокуратуру в надежде, что их услышат и помогут решить проблему. В дальнейшем они намерены отстаивать свои права в суде. В данной ситуации представители сотовой связи «Теледва» говорят, что они установочные работы проводили только с согласием КСК. В зрении законодательной там все сделано правильно, потому что мы же юрлицо, тем более иностранная компания. Для нас очень важно работать в правовом поле, чтобы все было в порядке с документами. Если будет какой-то непорядок с документами, то в любом случае мы, конечно же, никаких действий производить не будем. Но что касается именно этой вышки, документы все есть. Хочется верить, что данная проблема в скором времени найдет свое решение и антенну уберут. А вот что будет с поврежденной кровлей, покажет время. Субтитры создавал DimaTorzok Дорожные полицейские спасли из замерзающего на трассе в Карагандинской области автобуса 13 граждан Киргизии, направляющихся из Бишкека в Москву, сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел Карагандинской области. 10 февраля ночью на 974-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург в трех километрах от села Спаск инспекторами батальона дорожно-патрульной полиции управления административной полицией ДВД Карагандинской области при обследовании маршрута была замечена стоящая на обочине автомашины Mercedes-Benz Sprinter. Из-за низкой температуры, минус 34 градусов Цельсия, вышла из строя топливная аппаратура дизельного автобуса, в котором находились 13 граждан Республики Кыргызстан, направляющихся из Бишкека в Москву. Инспекторами была остановлена грузовая автомашина, и с ее помощью автобус с пассажирами отбуксировали до обогревательного пункта. Водителя отвезли на спецмашины и в ближайший автомагазин, где он смог приобрести необходимую запчасть. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин